Итак, отвечаю на вопрос о том, как создать процедурный ландшафт с помощью Octane Victron в Blender. Вопрос возник сразу же после того, как Лина Гранди выложил в Octane Facebook-группе данный ролик. Я его продемонстрирую. Я его загрузил, как вы знаете, в нашу VK-группу. И многие начали спрашивать, как же это все-таки реализовать, как сделать и так далее. Во-первых, сразу же, если вы читаете этот пост в нашей VK-группе, нажимаем просто на данную ссылку, чтобы скопировать нужный скрипт. Сейчас я покажу какой. Если вы смотрите через YouTube, то просто переходим по той же ссылке, которую я дам и копируем тот же скрипт. То есть, откроется данный пост. На всякий случай, этот скрипт сохраню у себя тоже в комментариях, чтобы он был в описании. Вот данный скрипт. Его просто вот так вот берем и копируем. Это вот OSL-скрипт, который позволяет работать с VK-троном. После чего, в Blender нужно создать Plane. Повернуть его таким вот образом. Далее, тот скрипт, который скопировали, просто нажимаем вот здесь. Тянем вниз. Выбираем Text Editor. Здесь нажимаем плюс. И вставляем данный скрипт. У вас будет просто текст. То есть, окей. Так, вот. Будет текст и вы вставите скрипт. После чего, вам нужно выбрать объект Plane. У него назначить материал. То есть, новый материал. Затем, в этом материале добавить VK-трон. То есть, пишем Shift-A. VK-трон. Вот. После чего, выбираем объект. И в его настройках. Внизу. Ищем Octane Geometric Node. Вставляем тот материал, который выбрали. И здесь у вас появится VK-трон. Вот. В данном VK-троне нужно выбрать Internal. Отметить текст. И нажать данную иконку. Чтобы скомпилировался скрипт. После чего, создаем Turbulence ноды. Которые подключаем... Вы видите куда. В этих Turbulence нодах 3D Transform ноду подключаем сюда. То есть, в слот Transform. Я сейчас немного задержу экран. Чтобы вы сделали паузу. Посмотрели настройки. Делаем примерно такие настройки. И сейчас я расскажу, какие параметры крутить. Плюс, в Albedo Color нужно поместить градиент текстуру. С такими цветами. Цвета не важно. Это уже сами, какой вы террин хотите получить. И в Texture. Это градиент текстуры. Поместить файл в Texture. Вот. Все. В принципе, Float Valve не нужен. Это просто повторял то, что в видео. А потом оказалось... Линогранди сказал, что не нужно это использовать. Поэтому материал выглядит таким вот образом. Vectron не нужно никуда подключать. Только вот сюда. Это в настройках объекта. Plane. В этой иконке в Octane Geometric Node. Все. Если запустить рендер. То вы видите такую магию. Будет процедурный ландшафт. Который считывает эти цвета. И чем здесь можно управлять? Вы можете настраивать Noise Scale. То есть делать его меньше. Например, получить такой ландшафт. Noise Scale 2 управляет как раз изгибом по оси вверх-вниз. То есть Z. Видите, да? Time Scale. Я так и не понял, на что он влияет. Поэтому... Его стараюсь не трогать. И в принципе, можно настраивать Bounce. То есть, если сделать меньше. Это поля как раз Vectron. То есть, можно сделать такой ландшафт. Видите, да? Можно огромный. И он процедурный. Главное. То есть, на ноду влияет Turbulence. Вы можете загрузить любую другую текстуру. Управлять Turbulence. То есть, его гамму настроить. Получить разный тип ландшафта. Можно такой плоский получить. Далее, просто настраиваем Octane материал. И в принципе, все. Также, можно еще... Сейчас. Управлять размерами данных нод. То есть, Turbulence. Например, TD Transform. Если я сделаю меньше. Например, 100 на 100. На 100. То получится такой вот результат. Совсем другой ландшафт. Так, стоп. Увеличим мой Scale. Можно какие-то фэнтези ландшафты получать. Аккуратно, правда, с этим параметром. То есть, крутим все параметры. И экспериментируем. И получаем разные ландшафты. Также, вы можете поменять цвета. Например, если я сделаю синий. Вы увидите, что произойдет. Какой-то фэнтези ландшафт. Тут, смотрите сами. Эдинственное, не всегда апдейт работает. Вот у меня Octane Beta. Самая последняя. Она пока в Free режиме не доступна. Но... Может на обычной стабильной получше. Но я пока тестирую ее, поэтому показываю на данной версии. Вот видите, даже ничего не запускается в этот раз. Так, ландшафт запустился. То есть, меняем цвета. Верхушку самую светлую, естественно. Ну не такую прям. Экспериментируем с цветами. И получаем разные ландшафты. А, и чтобы адекватный цвет был в viewport. Естественно, в настройках рендера. Здесь вот гамму выбираем. Не sRGB, а нам. Таким вот образом, будете видеть. В viewport правильные цвета. Потом на рендер просто выбираем sRGB и рендерим. В принципе, это все, что я хотел показать. Экспериментируйте с этими всеми параметрами. И получайте разные процедурные ландшафты. При желании, если увеличить scale, можно получить из вектрона дым. То есть, смотрите, я сейчас покажу. Увеличиваем эти три параметра на максимум. Но только аккуратно. Получается такая какая-то дымка. Немного. Только убрать градиент просто. Вот таким вот образом. Немного подождать, когда обновится изображение. И получится такой результат. Потом просто меняем Albedo. Получаем такую Fantasy дымку. В общем, экспериментируйте с параметрами. Я думаю, не возникнет никаких сложностей. Виктрон это очень крутая штука. С ней можно получать интересные результаты. Это все, что я хотел рассказать в данном видео. Благодарю за просмотр. И желаю хорошего настроения.